Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс, вы на канале Не Тормози Лайт и это выпуск про УАЗик. Если кто вдруг не в курсе, именно про гарантию, про отношение к клиентам обладаю я УАЗиком 2017 года выпуска, Патриот. 5 месяцев автомобилю, покупал его новым, пробег на данный момент 8000 километров и после последнего разговора с менеджерами по гарантии, недавно я к ним катался, сейчас все это подробно расскажу уже прям накипело, хочется об этом реально рассказать. Пообещал им прям снять про этот ролик, в отличие от официалов УАЗа я свои обещания сдерживаю и сдерживаю их довольно оперативно. А суть следующая. Проблематика в автомобиле такова в целом по жестянкам, по каким-то серьезным поломкам недочетов пока вроде особо нету, то есть к прочности именно самой силовой конструкции УАЗика вопросов у меня не возникает. Много мелочей, как бы естественно я этого ожидал, понимал и было интересно, как вообще официалы к этому всему относятся. Суть следующая. Недавно поехал к официалам с обращениями, попала вода в заднюю правую фару, вот здесь набрана такая черненькая водичка, соответственно в фаре, которая целая, такого нету. Причем машина никогда не топилась, вода реально дождевая, набралось там пару сантиметров воды. Второй момент, не работают концевики на дверях. Третий момент, порвался пыльник шлицевой переднего кардана. Кардан здесь не шприцуется, поэтому к пыльнику нужно относиться довольно внимательно. Пыльник здесь вопреки вообще всем, так скажем, конструкциям российских автомобилей идет вместе с карданом. Отдельно пыльник не продается, то есть именно если у вас порвался пыльник и вы хотите прям купить такой же и поставить все как было, вам нужно покупать целиком кардан. Если бы он менялся отдельно, я бы его быстренько сам бы поменял бы, даже не заморачивался на эту тему, но цена довольно большая и если делать самому, нужно что-то колхозить. Ситуация следующая, приехал я к ним, они мне сказали, ну надо подождать часа где-то 2-3, чтобы мы там что-то дефектовали, посмотрели, отправили какие-то запросы. То есть в принципе я-то и как бы не рассчитывал, что там что-то за полчаса смогут они решить. С пыльником ты пыльник, это же такая сложная техническая задача. Ну да ладно, в общем три часа я подождал. По моменту выезда с сервиса заключение было следующее. Фару они вроде как отзефектовали, что действительно туда попадает вода с улицы и готовы ее заменить. Ждать надо, они сказали, неделю примерно фару. По концевикам. Изначально менеджер заявил мне, что вы знаете, что это русские концевики, что это округлим, что это полная фигня, короче говоря, сокращу его длинный рассказ по техническим моментам. В общем, то, что я должен сам за ними следить, сам их там смазывать и так далее. После того, как я сказал, что пока будет машина в сервисе, я тогда ознакомлюсь с техническим инструкцией по эксплуатации автомобиля. И наверняка, если он так уверенно это говорит, что там должен быть такой пункт. Ну после чего он сказал, ладно, мы уж там попробуем снизойти к вам и что-то с ними сделать. С концевиками. А, кстати, еще в таком момент он сказал, если мы их смажем, то есть, ну, суть такая, они не работают. Мне сказали, мы вам их смажем, но вам нужно будет оплатить стоимость смазочных материалов. Ну, как бы я это не уточнял, я думаю, пшикнуть ВДшки дорого не обойдется, но сама суть, что нужно что-то платить. Я говорю, нет, платить я не хочу, как бы машине реально 5 месяцев. Все должно работать, я говорю, но если вы не хотите пшикать, замените, они не работают. Он говорит, мы не можем их заменить, потому что они работают, если на них чем-то там пшикнуть. То есть, он говорит, руки у нас тут связаны, это прям очень серьезная проблема, и, видимо, я уже не первый, кто с ней обращается. В общем, круг замкнулся. Скоро узнаете, что с этим получилось. Фару они дефектовали, сказали, поменяют в течение недели. По переднему пыльнику сказали то, что они все посмотрели, отфоткали, отправили материалы. Куда-то, видимо, к президенту Российской Федерации, не знаю, куда они это там отправляют. Но не суть, в общем, отправили материал, но с этим понятно, что нужно ждать какое-то время, чтобы им дали ответ, можно ли это поменять, и не является ли это исходом каких-то там оффроудных битв. Ну что, вот выехал от официального дилера. Итог на данный момент следующий. Концевички все помазали. Вроде как говорят, что должно работать. Ну что-то света, естественно, в салоне все равно почему-то не загорается. Сейчас мы, кстати, проверим, работают, да, есть. Так, закрываем машину. Открываем. Так, водительский не работает. Задний левый работает. Я смотрю по мигающему значку на приборке, есть вот такой значок. Когда мы машину открыли, открыли машину, мигает эта штучка. Открыли дверь, по идее, должна перестать. Водительский работать не начал. Пассажирский правый. Работает. Так, и остался последний, сейчас проверим. Задний правый. Задний правый работает. Короче, в общем, работают все, кроме водительского. Водительский по-прежнему не фурычит. Недавно я обнаружил, что у меня не работает кондиционер. Машину я покупал зимой, мне кажется, он у меня изначально не работал. До этого проверить возможности не было. Чуть потеплее стало. Включил, вроде там помпа срабатывает, что-то напрягается, все нормально, но холод не идет. Звоню им, говорю, вот такая вот ситуация, типа кондиционер там сломался. Говорю, я к вам к концу недели, то есть прошла уже, в принципе, неделя, говорю, должен на замену фары приехать. И можно ли одновременно с заменой фары посмотреть кондиционер? На что они там что-то проверяли, там около часа перезвонили, мне сказали, что фару нужно ждать еще там, что-то две недели, в общем, до конца месяца. То есть на русскую машину деталь идет почти месяц. И то, как бы до этого была неделя, сейчас сказали до конца месяца, в конце месяца могут сказать еще через месяц, а дальше дотянут до конца гарантии, скажут, все, гарантия кончилась, три года прошло, пока. Вот, ладно, фиксуем с фарой, ладно, подождем, это вроде как не горит. С пыльником проблема актуальна, то есть я езжу довольно часто на бездорожье, попадает туда грязь, ничего там не шприцуется, то есть если конкретно туда набьется грязь, выйдет из строя кардан. То есть вот эта шлифцевая часть там все сотрется и как бы ничего хорошего от этого не будет. Только что вот буквально звонил в салон, и они мне сказали, что нужно еще подождать недельку, ну как бы, то есть неделя уже прошла, как она сказала, инженер передал информацию, я вот не знаю, что такое за инженер, который не может разобраться с резиновым пыльником. То есть сказали ждать еще неделю. На что я задал вопрос, а как мне ездить, если у меня попадает туда грязь, и разобьет кардан, и они мне в итоге скажут, что это не гарантийный случай, и я попаду на замену кардана. В целом по пыльнику там есть, полазил я по форуму, есть там такие лайфхаки, то есть можно там от Ижа, от ОДА, подходит пыльник от рулевой рейки, откуда-то, ну какая-то в общем есть технология, в принципе на хомуты, вот туда прицепить можно, несложная процедура. Вот, сейчас я им в общем позвонил, они сказали, что надо еще ждать. Я говорю, ну мне неделю назад говорили через неделю, я говорю, неделя прошла, ну какие гарантии, они говорят, ну что мы сделаем, от нас ничего не зависит, мы же всего лишь официалы по УАЗику, то есть что может действительно зависеть от официалов. Ну наверное ничего, скорее всего от погоды это зависит, не знаю, честно, уже прямо вот докипает эта тема. Я на самом деле прихожу к тому, что нафиг не нужна эта гарантия, то есть в целом, вы представляете, какой будет реально геморрой, прям просто скажу как есть, если будет что-то с мотором, или что-то с коробкой, что-то с мостами, то есть я думаю, это минимум полгода будет длиться. Была у нас тут ситуация, знакомые автомобили, пошли жучки, были жучки на автомобиле, и машину покрасили, покрасили просто отвратительно, там прям капли текут, они ничего не зачищали, не разбирали, то есть, ну такое ощущение, что они думают, блин, что нам тут место занимать в боксе, отдали куда-то в гараже, там им за 500 рублей эту машину облили. То есть некачественно, очень некачественно делают, плюс нету никакой надежды на то, что они вот этот пыльник поменяют, и то, что они его действительно правильно поменяют, что они кардан там правильно поставят, что-то там перепутают, не в ту сторону поставят, колеса крутятся вперед и передние назад в общем суть такая такой экспресс это ролик, сейчас никаких там серьезных заключений делать не буду посмотрим что будет дальше возможно посмотрев этот ролик они что-то поменяют мне быстрее возможно наоборот скажут все парень гуляет, он нас обидел, мы не будем с тобой работать в принципе и в том и в том случае будет интересно сниму ролик, то есть что бы ни произошло я буду держать вас в курсе дела думаю ждет еще много интересного, в машине всего 5 месяцев скорее всего что-то еще будет так что если тебе интересна тема с УАЗ ты хочешь купить себе УАЗ обязательно подпишись на этот канал все расскажу, покажу как есть, ничего скрывать не буду будете в теме как работает у нас официальное обслуживание по УАЗу по срокам записи на гарантию реально надо ждать примерно неделю то есть вы звоните, говорите у меня что-то там совсем плохо машина плохо едет, еле-еле все отваливается, разваливается и они говорят ближайшее время где-то примерно через неделю то есть даже если у вас допустим вышел из строя мотор и что-то серьезное, машина не едет а вы на ней там работаете или ездите на работу, ездите на рыбалку не важно как, используйте ее повседневно то есть вы будете вынуждены ждать учитывайте обязательно этот момент при выборе так скажем БО автомобиля или нового автомобиля то есть если вы покупаете новые недели, это ожидание поездки на гарантию потом в лучшем случае но пока я вот как столкнулся две недели нужно будет ждать это в лучшем случае я думаю дольше это будет ответ через две недели то есть неделя записи, две недели ожидания и потом еще будете ждать саму деталюшку если это вот допустим как вот задняя фара это месяц, месяц то есть если будет проблема с мотором я думаю там ранее чем за полгода ничего не разрулится в общем как-то так пока счастливое владение УАЗиком Патриотом машина кстати все равно мне пока нравится а давайте посмотрим kriegen под Delta